Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Как и всегда, снова возвращаемся на рынки и анализируем, что же интересного на них случилось за последний день. Вчера, как вы помните, у нас был день индексов CPI, инфляция сразу же Англии и США, то есть два региона, которые для нас традиционно представляют очень большой интерес, поскольку у нас инструменты, собственно, как доллар, так и фунт являются, опять же, теми активами, которыми мы спекулируем с вами каждый день. Об этих отчетах мы сегодня поговорим детально, потому что они в определенном плане могут создать вектор для дальнейшего движения этих активов, поскольку традиционно в фундаменте мы с вами копаем уже очень глубоко, смотрим систему, пытаемся обрисовать тенденцию и прийти к выводам тем последствиям, которые могут все-таки иметь место быть дальше, и каким образом они могут повлиять на будущую динамику, собственно, этих инструментов. Но сперва мы с вами начнем с оценки той ситуации, которая сложилась на рынке энергоресурсов. Вчера нефть, бренд и WTI были весьма волатильны по итогам дня, в частности, лоу по бренду было 51.25, и в целом можно сказать то, что практически всю торговую сессию этот инструмент оставался под давлением, добрался до дневного минимума и вот смог компенсировать все потери и даже выбраться неплохой плюс, то есть до клоуза 52.09. Благодаря отчету по запасам нефти США от Американского института нефти, он вышел практически под закрытие торгового дня в 23.30. Но поскольку чувствительность нефти весьма высока сейчас к рядовой статистике, мы увидели тут же быструю реакцию трейдеров, повышенный интерес к активу, поскольку запасы, вопреки нашим ожиданиям, не увеличились, а сократились. Ну, чтобы далеко не отходить от отчета, в принципе, напомним цифры, запасы снизились на 3.8 миллиона баррелей за прошлую неделю, против позапрошлого роста на 2.7 миллиона. Честно признаться, на европейской сессии был еще один фактор поддержки для нефти, поскольку Саудовская Аравия отчиталась по объемам добычи и экспортным поставкам, за прошлый месяц, и вот объемы добычи снизились на 37 тысяч баррелей в сутки, а что касается экспорта, то он сократился на 317 тысяч баррелей. Но я думаю, что трейдеры не отреагировали на эту статистику не потому, что новость прошла незаметно, а потому что все прекрасно понимают, что таким данным сейчас сверить точно нельзя. Саудовская Аравия знает, что сейчас для большинства стран ближневосточного картеля, характерна, собственно, позиция и цель максимальной экспансии на всем рынке углеводородов. И поскольку свято место, пусто не бывает, разумеется, вымещение определенной доли энергоресурсов может быть тут же заменено другими производителями. Тем более, что в рамках ОПЕК Саудовской Аравии есть с кем конкурировать. В частности, Иран, вы помните, сейчас общая планка производства составляет 387. И судя по тем заявлениям, которые были сделаны со стороны Ирана, в ближайшее время нам стоит настраиваться на то, что производство вырастет еще на 130 тысяч баррелей. Это до конца, собственно, 2016 года. Поскольку сейчас обсуждается идея заморозки, ограничения добычи, и более-менее первое решение, если верить, опять же, тем положительным ожиданиям, которые присутствуют на рынке, должны поступить только 30 ноября. До 30 ноября мы можем увидеть основу перекоса в плане производства. Я надеюсь, что этот перекос только усилит нашу позицию, того, что эти договоренности, собственно, достигнуты не будут. Из факторов поддержки, пожалуй, на этом все. А вот что касается негатива, то по рынку нефти его по-прежнему хватает. Это и скептицизм по поводу этих договоренностей, которые якобы должны быть достигнуты 30 ноября. Это еще и факт просто заоблачных цифр по объемам добычи в рамках всего ОПЕК. Это потенциально сильный доллар. Теперь, после вчерашнего счета по индексу цен производителей, мы прекрасно понимаем то, что инфляция находится на довольно высоком уровне и позиция ФРС может претерпеть серьезные изменения в ходе следующего заседания. Серьезные изменения будут настраивать, собственно, нас, как трейдеров, на рост ожиданий по поводу ужесточения монетарной политики. И я надеюсь то, что большинство голосующих членов все-таки уже поддерживает идею готовности американской экономики к подобного рода изменениям. Еще один фактор, который стоит сейчас использовать в качестве негативного, это целый блок статистики, которая вышла сегодня по Китаю. Напомню, что это данные по инвестициям, по показателю ОПЕ, по промышленному производству и по роничным продажам. Нас интересует, прежде всего, промышленное производство, поскольку мы отталкиваемся от данного сектора и пытаемся спрогнозировать аппетиты на энергосырье. Промышленное производство просело с 6,3% до 6,1% и продолжает снижаться. Дальше будет еще хуже. Поэтому Китай у нас остается провокатором общей потенциальной паники на финансовых рынках, поскольку могут возрастить снова переживания за перспективы экономического роста. И, разумеется, это будет влиять и на ожидания по поводу спроса на энергоресурсы, потому что, если промышленное снижается, скорее всего, и аппетиты также будут на сырье падать. Сегодня у нас на повестке важный отчет по рынку нефти. Это запасы уже от Минэнерго США. Казалось бы, учитывая корреляционную связь с отчетом от Американского института нефти, логично предположить то, что сегодня мы сможем увидеть оценку похожую на АПИ. То есть, если по данным АПИ запасы снизились, то с большей долей вероятности стоит прогнозировать снижение запасов и по официальным данным. Но я предлагаю рискнуть, поскольку показатели неоднократно у нас расходились, вы помните это по истории, рискнуть и поставить на то, что сегодня мы все-таки будем наблюдать цифру, которая будет со знаком плюс. Потому что, если это случится, мы сможем получить неплохой импульс для снижения бренда. Вот, собственно, с текущих котировок 52.15 и уход ниже снова поддержки 52. Я надеюсь, что бренда до конца этой недели сможет скорректироваться в район 51 доллара за баррель. Ну а потом, к концу пятидневки, нам останется только дождаться с вами отчета от Бейкер Хаджеса, снова оценить ситуацию с ростом количества платформ и прикинуть, какие изменения могут произойти с объемом подобычи в рамках США. Напоминаю, что по версии Международного энергетического агентства, прямо в первом квартале 2017 года трейдерам стоит рассчитывать на прирост в рамках США на 200 тысяч баррелей в сутки по производству. Хочу отметить то, что вчера генеральный секретарь ОПЕК еще раз подчеркнул то, что по-прежнему весь ближневосточный картель придерживается позиции целесообразности принятия мер по ограничению добычи 30 ноября. Но он также сделал очень важное заявление, комментарий, который, может быть, кто-то и пропустил мимо ушей. Этот комментарий гласил, что если количество буровых и объем исландцевого производства в США будут расти, тогда ОПЕК миллиард раз подумает, чтобы принять решение по сокращению объема добычи в конце ноября. Я думаю, что это как раз первый, опять же, сигнал, чтобы мы с вами готовились к совершенно другой риторике, которая будет озвучена 30 ноября. И эта риторика будет гласить, что текущая экономическая конъюнктура позволяет пока отложить решение по ограничению добычи. Вот вы видите, 30 ноября мы именно это и услышим. Соответственно, потом получим сигнал для еще большего ослабления бренда и, будем надеяться, сможем наблюдать этот актив ниже 50 долларов за баррель. Российская валюта против доллара 62,85. Рубль продолжает обхаживать сопротивление на 63. Я уверен, что заберемся и выше. Если бы вчера нефть восстановилась, мы бы сегодня наблюдали котировки уже на порядок выше текущего значения. Но и все равно остается четкое понимание, что рубль вынуждена будет девальвироваться, потому что иначе и быть не может. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1,0977. То, что пара находится ниже отметки 1,10, это очень важный медвежий сигнал. Потому что некоторое время назад эта поддержка выступала, скажем, уровнем отбоя. Когда у трейдеров было четкое понимание, что пока этот рубеж держится, ниже пара не сходит. Сейчас пара торгуется уже ниже, поэтому каких-либо сакральных уровней снизу уже по сути нет. И возвращаясь к картине общих факторов, которые создают условия для ослабления главного валютного риска, сейчас все больше трейдеров присоединяются к позиции и к идее того, что евро будет дальше слабеть. И непременно окажется недалеко от отметки 1,08 в самое ближайшее время. То, что мы вчера снова увидели пробой этой планки 1,10 и то, что евро оказалось ниже, было связано с появлением фундаментального триггера, которого в начале недели не хватало. И этим триггером, катализатором для коррекции рисковых инструментов и, на мой взгляд, пока недостаточного, но все-таки, роста доллара выступили данные по индексу потребительских цен США. По факту отчета, плюс 0,1% это в месячном, при росте до 0,3% в годовом, рост еще более выраженный с 1,1, сразу отчет ушел до 1,5%. Это максимальное значение с 2014 года. Конечно же, после выхода отчета по индексу потребительских цен, серьезно поднялась вероятность ужесточения монетарной политики к концу 2016 года. Это поспособствовало росту американца, поскольку выросли вероятности изменения монетарной политики. Мы увидели рост доходности американских трежерис. И вот, если заклицовать, опять же, по цепной реакции по замкнутому кругу, рост доходности американских бумаг повысил привлекательность доллара и оказал еще большее давление на рисковые инструменты. Сегодня важных отчетов европейского происхождения не будет, поэтому поведение евро будет всецело зависеть от того, что покажет нам доллар. И от тех рыночных настроений, которые будут фигурировать еще на рынке в преддверии заседания Европейского Центрального Банка. Оно состоится завтра, где мы будем наблюдать за пересмотром процентных ставок и за пресс-конференцией руководителя Европейского Центрального Банка Марио Драко. Послушаем, что он скажет. В любом случае, намеки на доп. стимулы, конечно же, будут восприниматься в качестве еще одного сигнала. Но какой-то прорывной тенденции и серьезного импульса коррекционного все-таки пока ждать не приходится. Но, конечно же, если доллар сейчас не осознает необходимость более выраженной реакции на отчет по индексу потребительских цен и не покажет серьезный рост. Вот если пара USDN уйдет выше отметки 104.50 или даже будет претендовать на сопротивление 105, тогда давление на евро, конечно же, возрастет. Дальше. Фунт против американцев. Здесь из статистики стоит отметить индекс потребительских цен по Англии. В годовом выражении прирост у нас до 1% с 0,6%. В месячном 0,2% против прогноза 0,3%. Мы рассчитывали на то, что инфляция вырастет и в рамках Англии. Это были правильные ожидания, поскольку инфляция следует за ослаблением национальной валюты с 23 июня. Действительно, фунт очень сильно просел, поэтому логично было поставить на то, что инфляция будет, соответственно, стремиться к новым локальным максимумам. И вчера мы увидели с вами максимальное значение, так же, как и, кстати, по статистике США, на максимальном уровне с 2014 года. Логично было бы предположить, что рост инфляции приведет к опасениям и страхам за будущую потребительскую активность и снова выставит те проблемы, обозначит перед трейдерами, которые возникнут в ближайшее время перед темпами экономического восстановления. Это точно. Такой логикой сейчас нужно руководствоваться и от нее не стоит отказываться. Поэтому то снижение, которое мы видим сейчас по фунту, это как раз может быть более правная, более адекватная реакция на те цифры, которые мы увидели вчера. И еще одно напоминание всем нам, то, что фунт остается аутсайдером. И фунт будет стоить гораздо ниже текущего значения в самое ближайшее время. Я считаю, что до конца этого года мы сможем добраться чуть ли не до отметки 1.15, если, конечно же, не случится что-то мегапозитивного для Англии, но пока этого не предвидится. Goldman Sachs провел интересную параллель. Это для тех трейдеров, которым нужен дополнительный сигнал для продажи британцев. Она заключается в том, что английская экономика сейчас, будучи уже регионом с практически автономным курсом, обязана следить за состоянием сальдо торгового баланса. И если мы говорим о развитых странах, у них есть нормативы в соответствии данному критерию. Если Англия хочет соответствовать нормативам по положительному сальдо платежного баланса, и дальше нужно что-то менять. И что-то менять, это, конечно же, создать условия для увеличения этого сальдо. Самый действенный инструмент сейчас это ослабление национальной валюты. И вот по версии Goldman Sachs привести в соответствии с нормативами можно будет. Но для этого нужно ослабить британца еще не меньше, чем на 10%. Это как раз указывает на то, что с текущих уровней мы можем ставить на снижение пары в район 1.17-1.18. Большой потенциал профита, и я надеюсь, что мы сможем его использовать. И я очень надеюсь, что вы не позволите, опять же, случайной реакции, неправильному пониманию фундаментальных новостей и их интерпретации, переубедить вас в том, что фунт остается аутсайдером. Это будет, на мой взгляд, очень страшная ошибка, потому что вы сами спустя какое-то время будете кусать себе локти и понимаете то, что оснований для коррекции было куда больше. Но я почему-то поверил в рост фунта. Я рекомендую занимать короткие позиции и стоять в них, пока мы не доберемся до тех целей, которые я, собственно, вам обозначил. Дальше идем. Доллар против японской иены. Актуальные котировки 103.75, но здесь совершенно очевидно то, что нам нужно готовиться к росту доллара, потому что доллар еще не отыграл очень сильный отчет по индексу потребительских цен. Но сделает это непременно, потому что на текущий момент по версии FedWatch, которая оценивает фьючерсы на процентную ставку, вероятность таких изменений на декабрьском наседании 70%. То есть мы прибавили 3% за последнюю торговую сессию после выхода сильных данных по индексу потребительских цен. Не забывайте про то, что у нас есть еще и соответствующие ожидания по Банку Японии, валютной интервенции, снижение отставок. Да, вряд ли это случится в ближайшее время. Мы неоднократно ждали таких изменений, но они не происходили. Но даже одних ожиданий сейчас вполне достаточно, чтобы нам говорить о прежнем контрасте монетарных политик. Это жесткая политика ФРС и мягкая политика со стороны Банка Японии. И следим также за доходностями американских бумаг против доходности тех регионов, которыми являются оппоненты доллара по валюте. И на текущий момент разница спредоходности между американскими бумагами и бумагами Японии также находится на многомесячных максимумах, создавая возможности для большего притока средств в американские активы, которые номинированы в долларах. Поэтому ждем восходящего движения и ждем, что эта неделя будет закрыта выше отметки 104,5 по паре USD и иены. Австралийц против доллара. Котировки 0,7674. Я снова прицелую вас к тому, что нужно занимать короткие позиции и ждать возвращения в район 0,75, потому что вчерашние протоколы четко дали нам понять, что курс австралийцы по-прежнему очень высок, и при дальнейшем снижении инфрационных ожиданий есть возможность дождаться еще одного снижения процентных ставок до конца 2016 года. USDCAD еще также хотел отметить, поскольку сегодня, может быть, в фундаментальном смысле, эта валюта канадец будет одной из самых интересных, потому что у нас на повестке ставка в Канаде в 17.00, после этого будут опубликованы сопроводительные заявления, и под завесу дня в 23.15 состоится выступление председателя Банка Канады Полоза. Вероятность того, что ставки будут пересмотрены крайне низка, но вот вероятность мягких комментариев по поводу сохраняющихся экономических рисков очень высока, поэтому на канадце я сегодня предлагаю, как и ранее, поставить с точки зрения ослабления, ослабления, поглядывать параллельно еще на нефти, и если мы получим сигналы для, собственно, коррекции и этого актива, тогда пара USDCAD, вот с текущих значений, которые составляют 1.3103, будет иметь все основания, чтобы протестировать сопротивление 1.32. Тоже может получиться очень хорошая сделка. Важные отчеты сегодняшнего дня. В 11.30 рынок труда по Англии, ждем слабые цифры, ждем давление на фунт. В 17.00 ставка в Канаде, в 17.30 запасы нефти в США, и в 23.15 это выступление Полоза, которое возглавляет британский регулятор. Кодовое слово на сегодня. Барьер, величина бонуса 12% действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Это для тех, кто смотрит их в прямом эфире через перископ записи, буквально через 30-40 минут после этого на канале на YouTube. Поэтому, если есть вопросы, безусловно, заходите на него, смотрите обновленный видеоконтент, комментируйте, задавайте вопросы, если они касаются, к примеру, брифингов, либо перспектив какого-то актива прямо под видеоокном. Ну и не забывайте про то, чтобы ставить лайки. На этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Прибыльной, удачной торговой сессии. И увидимся с вами уже завтра. Всего доброго. До свидания.